Удивительная вещь, когда в начале прошлого века вожди большевистского режима были озабочены и озадачены прежде всего продлением своей жизни и, так сказать, вот как бы бессмертия не только своего имени и дела, но и тела. В то самое время, как ни странно, начались гонения на те перспективные сферы науки, которые, в принципе-то, и могут нас не обессмертить, но хотя бы продлить нашу жизнь и победить уж тем более такие страшные заболевания, как рак и так далее. Вот у меня есть ощущение, что для того, чтобы понять, что происходит сегодня, надо вернуться вот в те годы. Нынешняя власть себя хочет обессмертить или продлить свою жизнь максимально, себя любимых, в лучшем случае своих детей и каких-то из своих подчиненных. Но никакого отношения, то, что делает сегодняшняя власть, особенно с наукой, это показала так называемая реформа, не имеет отношения к проблемам народа, проблемам медицины и медицины давно уже платной. И поэтому сегодняшняя история вот с этими, так сказать, вливаниями, так сказать, в медицину, они опять же носят абсолютно такой бессмысленный какой-то... Они не носят, как бы, пример заботы о людях, да, вот как раньше говорилось, о людях, так сказать, и так далее. Это все связано с одним – максимально долго сидеть в Кремле, но есть еще и Бог, Он этого не позволит. Продолжение следует...